Вера, надежда, любовь. Эти три имени вошли в мир еще на заре христианства, свидетельствуя о ценностях, иногда чуждых язычникам. Напомнив миру о главных добродетелях, святые мученицы претерпели страдания и смерть за свою веру. В День памяти мучениц, веры, надежды, любови и матери Иксофии мы вспоминаем подвиг юных подвижниц в прославлении Христа Спасителя. Божественная литургия в их честь состоялась и в одном из храмов Клинцовской епархии. В богослужении в Михаило-Архангельском храме возглавил епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий. Божественная литургия в этот день тихая и печальна, но в то же время она прославляет твердость, крепость в вере и любовь к Господу, святых веры, надежды, любови и Иксофии. Пусть эти святые мученицы укрепят нас на пути христианской жизни, на пути терпения и упования на волю Божию. Ибо сейчас, хотя нет открытых гонений, не закрывают храмов, не расстреливают, не бивают священников, но, тем не менее, скрытая, невидимая борьба с церковью, она всегда идет и будет идти до последнего дня этого мира. Согласно преданию, вера, надежда и любовь воспитывались матерью Софии в христианском благочестии. Когда император Адриан узнал об этом, он попытался совратить их с христианского пути и заставить поклониться языческим богам. Но святые мученицы твердо исповедовали свою веру во Христа. Тогда, после жестоких пыток, император казнил детей Софии, а ее заставил смотреть на мучения дочерей. С 777 года и вплоть до Французской революции мощи святых мучениц пребывали в храме святого Трофима во французском городе Эшо. Туда и ныне совершают паломничество в том числе и православные верующие люди, чтобы вознести молитвы сохранившемуся ковчегу от святыни и частицы мощей святой Софии. Продолжение следует...